Здравствуйте, уважаемые зрители! В этом видео подробно рассмотрен процесс обслуживания вилки Suntour XCT80, которая входила на момент покупки в базовую комплектацию велосипеда Bitwin Rookrider 520. Также в процессе данного видео хотел бы рассказать о нюансах или особенностях, отрицательных и положительных, которые я для себя открыл, начав эксплуатацию Hardtail. Для обычного обслуживания потребуется частичная разборка. Стараемся как можно тщательнее очистить вилку от пыли и грязи. Отсоединяем трос от калипера и от крепления на штанах. Откручиваем крепление, ограничивая переходы вилки. Все, можно сдергивать штаны. И вот тут мы сталкиваемся с первым отрицательным, по моему мнению, нюансом. После каждой влажно-грязевой или снежной покатушки вилку придется обслуживать. Так как грязь и влага легко проникают к башенгам через уплотнение, запуская процесс интенсивного износа покрытия ног вилки. Я был морально не готов обслуживать вилку после каждой зимней покатушки, поэтому и получил драные перья. А вот тут открывается второй нюанс, скорее положительный. Это простая конструкция. Даже с такими повреждениями из этой вилки ничего не вытекает, и никаким образом это не сказывается на ее работоспособности. Аккуратно, не повредив кромки, снимаем уплотнение. Физиновое колечко – это неродной элемент. Чуть далее я объясню смысл его установки. Ни один нормальный механизм не сможет долго работать в такой среде. При повороте башенга на 45 градусов стопор выходит из скановки, и башенг можно извлечь. Тщательно промываем и очищаем от загрязненной смазки все детали. Также, несмотря на внешние повреждения, люфтов в данной вилке до сих пор нет. Башенги достаточно плотно обхватывают перья и вилки. Извлекаем детали также из второй штанины. Уплотнения в штанинах сидят уже не так плотно, как в первый раз. Приспособление для очистки внутренности штанов. В этом видео я не уделил внимания конструкции перьев вилки, а ниже ноги, так как там обслуживание требуется очень редко. В данной модели вилки в ногах установлены две пружины и один эластомер. А вот и то изделие, которое в будущем заменит амортиституционную вилку. Это ригитная карбоновая вилка с Алиэкспрессу. Решил проверить удачу. Также это весьма доступный способ сбросить сразу 2 кг смазки велосипеда. Наносим смазку. Много смазки здесь ни к чему. Вставляем башен до характерного щелчка в штанине. Дополнительное колечко плотно встает между уплотнением и пером вилки. Тем самым мы получаем дополнительное уплотнение, которое с одной стороны препятствует попаданию влаги и грязи к башенгам, а с другой лучше удержит смазку внутри штанины. На практике вышло, что мерсервисный интервал увеличился примерно на 30-40%, но никак не исключил необходимости обслуживания после каждой грязной покатушки. Вот так работают все элементы в сборе, находясь внутри штанов. Повреждения перьев практически не видны при собранной вилке. Вот здесь видно, как из вилки с ходом 80 мм можно получить вилку с ходом плюс еще 70 мм. Достаточно удлинить ограничители хода на желаемую величину и подобрать пружины внутрь перьев, которые будут обеспечивать подобный ход без смыкания витков. Сейчас уплотнением можно вставить штаны практически вручную. По первости такой фокус не прокатывал. Приходилось использовать подходящую головку и молоток. Собираем в обратной последовательности. Лишнюю смазку лучше удалить, чтобы она не притягивала к себе абразив. После такой процедуры обслуживания появляется так называемая плюшевость, что положительно сказывается на ощущениях от катания. Спасибо за внимание. До новых встреч. Пока. Субтитры подогнал «Симон»